День Конституции Кто получил свой первый паспорт Пара царапин На интернациональной столкнулись Ситроен и Ауди Они уже выяснили, кто у них виновник, кто у них потерпевший Как решили вопрос Награда за нежность И заботу горожанке вручили Орден матери Для меня семья – это очень большое счастье Сколько любви способно Вместить родительское сердце А также Отечественная вакцина Популярная молочка И финансовая поддержка 10 тысяч ветеранов получат мат-пумощь Ко Дню Победы О какой сумме речь? Миролюбие, справедливость, уважение В Беларуси отмечают День Конституции В год мира и созидания праздник обретает особую значимость Основной закон страны отражает многовековое стремление граждан самим Определять свой путь развития Жить в независимом государстве Своим трудом обеспечивать благополучие общества Документ принят еще в 1994-м В праздничный день по традиции юным белорусам вручают паспорта Поздравляю по обречаю на Днем Конституции Республики Беларусь И я отраден, что мы сегодня нашим деткам вручили самый главный документ Это паспорт гражданина Республики Беларусь Все законы, которые создаются в нашей стране, должны соответствовать Конституции Поэтому День Конституции отмечается так торжественно в нашей стране и в нашем городе Сегодня мне исполнилось 14 лет Я получила паспорт Для меня это очень важный и волнительный день Все прошло хорошо, я очень рада Патриотическая инициатива собрала в зале художественной галереи 27 школьников Ребятам 14 Для них паспорт – первый шаг во взрослую жизнь с осознанием Статус полноправного гражданина дает не только новые возможности Но и предполагает серьезную ответственность перед страной и соотечественниками Не разъехались, на интернациональной столкнулись Ситроэн и Ауди Никто не пострадал, автоотделались царапинами В подобных ситуациях специалисты рекомендуют не вызывать ГАИ, а оформлять европротокол Главное, чтобы не было пострадавших и сумма ущерба не превышала 800 евро Важное условие – у обоих участников ДТП должно быть все в порядке со страховкой и правами Это сокращает время на оформление аварии и не создает затор на дороге Виновник в таком случае не привлекается к административной ответственности Европротокол заполняется, когда у нас ДТП произошло с участием не больше, чем двух транспортных средств Когда оба водителя друг к другу претензий не имеют, они уже выяснили, кто у них виновник, кто у них потерпевший За оставлением водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин Или лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до двух лет В 2022-м с места аварии скрылись 185 человек, в этом уже 25 В стране круглосуточно работает колл-центр по номеру 140 Специалисты бесплатно консультируют по всем спорным моментам и прямо по телефону помогают заполнить европротокол Новые рынки, хрупкая красота и экологические инициативы В Беларуси построят заводы для производства РДФ топлива, где возведут предприятия Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Беларусь по итогам прошлого года нарастила экспорт продовольствия в Россию более чем на 24% Этот показатель достиг 6 миллиардов долларов Товары отгружались в 76 регионов РФ Основные покупатели нашей продукции – Санкт-Петербург и Ленинградская область Наибольшим спросом пользуются мясо и молоко, производство которых увеличивается с каждым годом Первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19 планируют получить в апреле Препарат пройдет клинические испытания и будет зарегистрирован к концу года В стране активно развиваются медицинские исследования В 2022-м внедрено в работу 734 новых метода и алгоритма оказания помощи В Беларуси построят заводы для производства РДФ топлива Первый объект будет завершен на мусороперерабатывающем предприятии в Гродно Впоследствии такие возведут в Волковыском, Кричевском районах и в столице В стране принята национальная стратегия по обращению с твердыми и вторичными материальными ресурсами К 2035-му планируют использовать 90% отходов Мат-помощь ко Дню Победы получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной Деньги выплатят с 26 апреля по 4 мая Суммы будут варьироваться от 850 до 2000 рублей Это больше, чем в прошлом году Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 10 миллионов Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов Это подрывает численность их популяции и способность к вегетации К тому же многие виды занесены в Красную книгу Среди них, например, Ветреница лесная, Купальница европейская, Прострел луговой и Фиалка топяная За их уничтожение грозит штраф За безграничное сердце и ежедневную заботу бобручанке вручили орден матери У Светланы Юрковец пятеро детей Младшему год, старше 12 Благодаря господдержке семья построила две квартиры Секрет домашнего уюта узнала Татьяна Горбач Растить ребенка – большая радость А когда в семье пятеро – это уже ежедневный подвиг Огромный труд и бесконечное терпение Которые заслуживают особенного внимания В администрации Первомайского района орден матери получает Светлана Юрковец Звучат слова поздравления и благодарности В группе поддержки – дети и муж Женщине трудно сдержать эмоции В настоящее время в нашей стране делается очень многое для защиты материнства и детства Но, конечно же, только мать может дать искреннюю любовь, искреннюю заботу для своих детей Пока многие ищут счастье, женщина свое уже нашла Двое сыновей и три дочери дают повод радоваться каждому дню С годовалым Толей много хлопот, но еще больше радости Малыш любит машины и вкусно поесть Двухлетняя Танюша много шалит и смеется Миши уже четыре с половиной Он не по-детски серьезен и основателен Вместе со старшей сестрой учит буквы Для меня семья – это очень большое счастье Муж очень хорошо помогает мне с детками, как бы, по всем Никто, там, ни бабушки, ни дедушки Мы сами справляемся в своей семье, как бы, у нас как-то все сплоченно Гулять мы ходим вместе, убираем тоже, стараемся все вместе Вот, если уже беремся, то кто-то дверки моет, кто-то там полы, кто-то пылесосит, кто-то посуду моет Я всегда мечтал иметь большую семью, чтобы было много детей Я не знаю, всегда прихожу домой и, как слышу их звук, ну, крик Гам, их не шум, у меня всегда сразу настроение поднимается Старшие дочери Настя и Надя – мамина гордость и главные помощницы Без них, как без рук, и с малышами поиграют, и посуду помоют Девочки любят рисовать и много читают В уютной квартире, построенной в 2019-м с господдержкой, не смолкают звонкие детские голоса Сейчас семья построила еще одну, трехкомнатную, воспользовалась семейным капиталом Моя мама самая замечательная, я очень ее люблю Мы проводим много времени на природе, вообще гуляем Я люблю проводить много времени с своей мамой на кухне и готовить салатики, например, кукурузные и оливье Таких многодетных семей, как Юрковец, в республике – 119 тысяч Пособия, семейный капитал и льготное кредитование Государство предоставляет также ряд гарантий в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства Кроме того, Беларусь входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Христианская реликвия В Туголицу привезли святыню из Греции В храм преподобного Сергия Радонежского прибыл ковчег с частицей мощей святого Иоанна Русского, жившего в XVIII веке Верующие почитают праведника, так как благодаря его молитвам совершается много чудес И по сей день благочестивый помогает больным, бездетным, вразумляет заблудивших, укрепляет слабым духом, способствует в решении судебных дел Его стойкость, его вера, она вдохновляет и сейчас людей, которые далеки от церкви, которые ищут Бога, ищут свою веру, хотят укрепить И он как образец подражания этой веры, благочестия Его очень почитают и мусульмане, и католики, и православные, и особенно в Греции он почитается Поклониться реликвии и попросить о самом сокровенном можно в будние дни с 9 до часу дня В субботу до 5 вечера, в воскресенье до 3, затем святыня отправится в Грецию Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели Не пропустите! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok